Это устно, это спешу в школе, это уже учили, а это не спросят, домашку сделал. Мне, конечно, всем знакомо это. Попробуй назвать хотя бы один предмет на этой фотке. Я убил на это полчаса, я в стрессе, я ненавижу тебя, да, я такой мемас видел. Не пытайтесь, там ни чёрт ли. Просто вот сохраните свой рассудок, потому что этот мем, он будет заниматься любовью с вашим мозгом. Жизнь глазами младенцев не так уж идеальна. Смотри, ему точно нравится, как каруселька. Пути-пути, о, ну хотя бы они не срут на него. У королевы Елизаветы оказывается миллиард фичей, она единственная, а в королевстве может есть лебедей. Ей принадлежат все дельфины в территориальных водах, ей не нужны права и паспорт. Она сама права и паспорт, она может забрать любого ребёнка из семьи, разрушить указом любой дом. Но она же добрая, она не будет этого делать, правда? Чё тут пикает, это не меня пикает? Марин, не пика, я видео записываю. В обеденный перерейв достают с холодильника двухлитровую колу директор. Ой, и мне налей. Вот как ему объяснить, что она уже с искорём? Я только что узнал из тиктока, что кот Матроскин просил перевернуть бутерброд с колбасой не потому, что так вкуснее. А чтобы колбаса с хлеба упала, и он мог её съесть. Есть 23 года жизни во лжи. Ах ты, Матроскин, хитрожопый какой. Что-нибудь подскажешь, что это всё ложь. Туристка нашла то самое место. Я свой дом на улице взрослых нахожу, а тут такое. Давайте сравним. Сравним ветки на дереве. Вообще похоже. Да? Ладно, можете поставить паузу и провести глубочайший анализ. Мне иногда кажется, что я последний в мире аутентичный человек, который до сих пор использует слово клёвый и классный. А я использую слово только классный, 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 классный. Клёвый, 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 клёвый. Не использую, не использую. Зачем повторяюсь. Французы. Я продам эту вещь. Она мне больше не нужна. Шведы. Я дам эту вещь. Так будет лучше для экологии. Я выброшу эту вещь. Она больше никому не пригодится. Русские. Артём, неси всё это на балкон. Рано или поздно нам действительно понадобится бюст Ленина. Хранить бюст Ленина на балконе это кощунство. Надо в гостиную его. Друзья, всем здорово. Меня зовут Макс. Мемы. У нас с вами клёвый, надеюсь. Приведи маму и получи одну тренировку бесплатно. Это урна с прахом. Чувак приколист. Мне Миша подарил цветы и мы пошли на забив. Мне Миша подарил цветы и мы пошли на забив. Сейчас он будет драться с пацаном из-за того, что он ко мне подкатывал. Миша опять ко мне подкатывал. Подарил мне цветы. По-моему, ему пупсику это не понравилось. Мы опять пошли на забив. Миша опять ко мне подкатывал. Подарил мне цветы и не пойму. Что это за дичь? Пупсику это не понравилось. Я просто далёк от окружения тпшками. Я далёк. Поэтому я не сразу даже вкурил, в чём тут дело. Ладно. Всё. Ну нахрен. Куда вам? Нет. Куда вам я не поеду? Вы меня неправильно поняли. Куда вам надо? Ну раз надо, поехали. Куда вам? К змеям? Типа. А может махнём на море, как в прошлом году? Рукой. Енот пробрался на склад алкоголя. Напился. Начал бить бутылки. Нужно понять. И простить надо так говорить. Когда прочитал и искать такси наоборот. А что выходит? Оу. Ого. Оставьте лайк, если вы удивились хоть немножко этому мему. Диетологи. Перед сном обманите жёлток яблоком и ложитесь спать. Жёлток. Окей. Размелись, разогревай котлеты. Кого мы обманываем? Как вы получили такие сильные обморожения? Девушка стащила с меня одеяло ночью. Редкая фотография. Пульт дистанционного управления. 70-80-е года. Грамм. 70-80 грамм. Шутка, ладно. Семён Бухарин. Отличная фамилия. Работает в 25-м лицей. Жевска дворником регулярно создаёт такие вот картины на снегу. Новое течение, арт-подметание, ему патент. Ну, прикольно, красиво. Главное, чтобы Бухарину не скучно было. Ну, и людям можно в окно полюбоваться. Я только оставил собаку на месяц у бабушки. У него аж глаза разъехали. Что-то пишет бабушка. Бабушкина диета, да. Ну, такое что-то, по-моему, тоже было. Нет времени объяснять. Положи в пакет сосиску. Боязнь летать фигня. Самая веселуха начнётся, когда изберут гражданские телепортации. Кстати, надо об этом как-нибудь книгу написать. А вдруг меня соберёт через жопу? Вот об этом, да, как раз. Или вырослась в каменный век? Да, отличная идея. А вдруг я на молекулярном уровне сплавлю с этой мамашей и её орущим ребёнком? А вдруг после буду аплодировать тремя руками? Это было в фильме Муха. Когда он с Мухой сплавился. Страшно будет телепортироваться. Победа. И, внимание, внимание. Рейс Москва. Надырь. По клиническим причинам задерживается. При телепортации внезапно отключилось. Хорошо, что разбросало по стране, а не по вселенной. По вселенным. Найдены лучшие носки для спортзала. Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди, спрашивая, дорогой, а ты мне изменяла? И ждут, когда твое сердце начнет биться быстрее. Админ, завязывай бабу, учите этой фигне. 98-летняя мама приехала навестить своего 80-летнего сына в дом престарелых, когда наконец-то съехал от родителей. Но лучше, чем после, чем никогда. Хотя в дом престарелых съезжать, ну, не знаю, такое себе, по-моему, удовольствие. Я подхожу на кассу, кассир. Шампунь, шоколадки по акции берём. Да, они так задолбали. Нет, карточка есть? Нет. Оплата как? Безнал-нал? Безнал. Пакет надо? И я такой стою. Просто стою, спокойно смотрю на меня, потому что я человек уравновешенный, да. Этот мужчина делает гробы, и в один день ему надо было доставить гроб, но его транспорт сломался. Поскольку он не хотел опоздать, он решил пронести гроб на голове. Полиция его остановила, чтобы узнать, что он делает и куда идёт. Он повернулся к полицейскому и сказал, что ему не понравилось, где похоронили, и поэтому он переезжает. Полицейский упал в обморок. Ну, конечно же, он не под обморок, это просто шутка. Когда видишь, как абсолютно левый человек лайкает записи на твоей стене, что вы забыли в моём болоте. Я не удивляюсь, у меня бывает десятки тысяч лайков, и я даже людей многих этих не знаю, потому что это просто мои любимые, замечательные подписчики. Спасибо вам большое, что лайкаете. Да, и за это видео, которое вы сейчас лайкнули, за лайк под этим видео, тоже спасибо. Вот, это такой намёк тонкий. Спасибо. Переставьте одну спичку так, чтобы получился квадрат. Пожалуй, это лучшая реклама автомойки. Мы не задаём вопросов, мы просто молча делаем свою работу. Да это же просто сок апельсиновый. Шутка. Какой апельсиновый? Да, ладно. Хотел сказать, томатный. Сегодня 23 утра, вертолёты будут распылять лекарства для дезинфекции, окна и балкона должны быть закрыты. И на улице, по-другому, находимся нельзя, сообщили из военной части. Просят распространить. Это, да-да-да, я помню, такую дичь писали. Я сразу не поверил, потому что я же не мама, не бабушка. И я папа. В интернете уже есть поколение людей, не знающих про в рот, не ноги, и Дэвида Блейна. Как же мы старые, да подумаешь. В интернете есть куча людей, которые не знают, что Гамлет написал Шекспира. Жми. Пуск. Стандартное восстановление системы. Я всего лишь глупая девочка, там нет пуска. В смысле нет пуска? Фотку сделай. Сейчас. Ну, окей, нормально. Ну вот, уже еда угрожает сроками. 30 лет за любой движ. Выигрывай призы. Ладно. Когда в твоём селе открылся новый бутик с модной одеждой? Надо покупать самые страшные вещи. Тогда ты точно будешь уверен в том, что никто не будет ходить в том же том, в чём и ты. Вот только проблема, что понятие страшные вещи и красивые вещи, это всё искусственно создано. И как нет объективных критериев красивой одежды и страшной одежды. Вот у меня, например, рубашка очень похожа, кстати, на их рубашки. Сломанная антенна на машине выглядит, как наполовину затонувшая лодка. Я пока не прочитал описание, думал, что эта лодка и есть. Вообще, я терпеть не могу, применять в разговорах пассивную агрессию. Но ты сам, наверное, об этом догадался. Ты же умный такой, всегда знаешь всё лучше других. Кто что любит, кто что не любит. Просто уникум. Даже удивительно, что такой выдающийся человек так одинок и несчастен. А, ну я понял. Типа, он применил пассивную агрессию сейчас. Когда говорят пассивные агрессии, я вспоминаю, как моя знакомая ездила к бабушке в Одессу. Типичное утро. Знакомая просыпается, бабушка сажает её за стол, начинает. Кушай, лученька, кушай. Вкусно тебе? Конечно, вкусно. Три часа за плетой стою. А с моими коленями разве можно? Кушай, кушай, не отвлекайся. Это ничего, что я встал через утро, поехал за продуктами, а потом быстро-быстро сюда, чтобы успеть, чтобы для тебя всё готово было. Ты кушай, лученька, кушай. Надо было... Как вкусно, но могло быть вкуснее. Ну да, и там бабушка бы тебя зарято нахрен бы порезала. Сегодня красивым девушкам всё бесплатно. А, тогда мне кофе. С вас 139 рублей. Когда вы увидите на этом фото Сида из ледникового периода, то не сможете больше это развидеть. Ага, увидели. Ну ладно. Зачем Сид накрасил губы? У нас на работе правило. Кто ругается матом, гладёт в копилку 5 рублей. Пришли утром на работу. Один сотрудник молчал-молчал, потом положил 1500 рублей и рассказал, как провёл выходные с тещей. Все переглянулись и скинулись по 500 рублей на комментарии. Они смешно сидят. Да, ну я понял. Прикол, да. Типа, он там матерился много. Но, зрите, это знаете, когда у вас много очень... В общем, дорого стоит аренда офиса, а ты хочешь где-нибудь в центре офис снять. Ведь это же престижно. И приводить клиентов в такой офис надо. Типа, богатый ты. И вот у тебя вот так люди будут сидеть. А можно ещё, в принципе, ещё сверху двоих посадить третьим этажом. Типа. Ты можешь быть бесконечно крут, но любимая игрушка – это любимая игрушка. Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Это очень важно. Знаете почему? Потому что если вы не подпишетесь, то у меня никогда в жизни не будет 4 миллиона подписчиков. И ничего страшного, в принципе, этих не будет, потому что 3 миллиона 666 тысяч – это тоже круто. Но всё равно подписывайтесь. Всех вас люблю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok